Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы сегодня сто поклонов не поклонились, каждый помолитесь отдельно, потому что мы читали 118-й псалом, сегодня считал брат Сергей, и 164-й стих, себе записывайте маленько, 118-й, 164. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей, семь раз в день. Это что, три святоя, ну как раньше Царю Небесную считалось, но сейчас Христос воскресе из мертвых, и да Отче наш засчитал и 100 поклонов, и своими словами, и не менее семи раз, семикратно, седьмикратно в день. Ну а может быть больше, может быть. Тем более пенсионерам ничего не стоит 10 раз помолиться о всяких нуждах, о майданах, о своих, о том, что где делается, да всего есть дело. Все. У кого-то наркоманы, знакомые, близкие, их на руках молитвы принести. О правителях. Мы вот молимся все время о своих президентах в России, о Медведеве и о Украине. Петра Порошенко поминаем. Дональда в Америке, Эрдогана в Турции. Все время, каждый день. И просим мира Израилю. Я просто говорю. Молимся пророкам, если поминаем всех пророков. Надо знать, где и что сказать. Так. Мы сейчас начинаем записывать события дня. Номер 500. События дня. Вот удивительно. Кто-то подкинул, назвались Колесниковы, Николая Иоанна. Дескать, вы сделаете события дня, чтобы мы участвовали, нам дети поставили. Мы сами не можем переключать. А потом мне сказали, это ваши недруги, враги. Подкинули вам такую тему. Я благодарю врагов. 500 дней уже. 500. И мы не пропустили ни на дно дня. А это все у нас шло в архив. За один день только. Посмотрите сегодня, сколько событий, сообщений для нас было сделано вчера. Мне сотни поступают сообщений только в контактах. Но я там не бываю. Мне очень не нравится эта система. Один ответил для одного. А здесь открыто для всех. Кто бы ни пришел, они увидят, слушают. Итак, эпиграф. Первое. Каринфянам 15.13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. За 25.04.2017 года. Да, за вчерашний день. А, Христос воскресе. Так, это кто мне написал? Это написал Сергей Игнатов с Украины. Угледар. Этот видеоролик посмотрел на одном дыхании. И он мне напомнил то, о чем Игнатий Тихонович Лапкин припрестанно говорит. О лжи, которая проникла в Христову Церковь. Об утаивании от православных христиан канона православной церкви, чтобы правдолюбцы и честные прихожане не мешали безобразию, творимому в церкви. Так вот, говорит о ролике, который я вчера скинул. А мне Марущак Владислав его подкинул. Какая в Танахе, Танах это закон Божий у евреев, есть глава, которую они скрывают и не дают людям знать. Исаия 53 глава. И там, как один юноша по этой главе беседует с евреями в Иерусалиме. Христос воскресе. Поистину воскресе. Дорогой Игнатий Тихонович, помолитесь обо мне, чтобы я не шел на уловки беса, который посылает помыслы не молиться, когда это нужно, чтобы я был всегда бдительным и не только понимал, но строго выполнял волю Господа. Да поможет вам Сергей, Господь. Не отговаривайтесь, уже не один раз это говорите. А какой толк тогда? Не буду есть, сам себя накажи. Не буду то и другое. Как это на молитве нет? Это сатана явно, что бес научает. Перед тем, как что-то делаю непотребное, идя на поводу своей лени или немощи, которые могу преодолеть, меня на мгновение посещает мысль, как нужно поступить. Но я принимаю во внимание следующую за ней мысль, противоположную первой, а потом сожалею, каюсь и снова делаю то же самое. Наступаю на те же грабли. Это моя исповедь пред тобой, Игнатий Тихонович. Такая исповедь, это у Сарахова написано. Если одной рукой строишь, а другой тоже эти кирпичи скидываешь, но еще будет, еще и не будет. Сам нужно учиться самому себе эпитемию наказывать, наказание давать. Это вот есть рассказ такой, Сергий, отец Сергий, у Льва Толстого. А она его не узнала, когда он пришел, уже одеты, по-нещенски. И вот зашел, она милостивая такая, сестра родная, и она пошла давать, а у нее, ну допустим, неразмененное было всего 1000 рублей. Я на сегодняшний день перевожу. Хлеба купить. Но она решила пойти, и думает, а как же я буду? И дала другую копейку там ему. Но тут же совесть ее осудила, она взяла 1000 и отдала, а сама осталась без хлеба. Она еще не поняла, что это родной брат ее пришел к ней. Вот так нужно себя улавливать. Уловил и накажи. Соответственно этому. Как это так? Вы же взрослый человек, тем более юрист. Вы просто должны это знать. Я каюсь вот перед Богом. Тоже говорю. Я сижу, считаю книжку. Солнышко светит. Учусь уже в 10 классе. Около дома. А дальше туда, дальше в огород. Ну какой огород? Длина-то огорода там. Я вижу, там был ток, где обрабатывали зерно и давали отходы для своих. У меня отец инвалид войны без руки, без левой был. И мама. А они на санках, а весна, тает снег, а они везут там несколько, ну сколько, мешок там или два на санях. Санки большие были. Мне бы только соскочить и побежать, а я не побежал. Но побежал, там предложение два досчитал, или что, я побежал. Впрекся, ну, потащил. Но так как я не сразу побежал, меня совесть задавила. Я решил, для чего они везут это? Курицам. Значит, от курицы что? Яйца. Яйца не есть. Я не знаю сколько, но не меньше лет 7 или 10. Я яйца не ел, только на Пасху разговел, сам себя наказал. И так было всегда. И это уже больше никогда не повторится. Вот себе что-то придумай наказание, Сергей. Какое? Сам себе просто придумай. Но такое, чтобы оно, как сегодня говорят, адекватно было, соответственно, преступлению. Почему не встал? Ага. Или почему не сделал? Я тогда сделаю так вот. Не помог здесь? Я больше сделаю. Я просто рассказываю, опыт даю какой. А если одно и то же, мы все время, ну это и не испыть никакая, просто бабаловство. И дальше. Вчера пришел один. Пишет Муслим. Муслим Байрактаров. Я пытаюсь найти видеоответ. Пока мне это не удалось. Игнатий Лапкин. Хотите по скайпу? Муслим. Отец Игнатий, помолитесь, чтобы мне покаяться. Что же самое? Помолиться, покаяться. Духа покаяния нету. Чтобы исправиться. Потом тут же пишет, чтобы не быть двоедушным. Еще раз пишет. Но что от меня требуется, то сделать. И опять пишет. Сразу тут же. Видно, 18, 6. Пик, пик, пик. Этого нельзя делать. Если что-то пишет мне в скайпе, то один раз только в неделю разрешается в ворде написать. Один раз. А здесь в течение 10 минут он 10 раз заходит. В течение двух минут. Ну что, так, спасибо, что время уделили. Слава Богу и Господу нашему Иисусу Христу. Это все каждый раз по отдельности. То есть у него мысли-то какие-то. Муслим во святом крещении Иоанн. В честь преподобного Иоанна Лесечника. В честь преподобного Иоанна Лесечника. Это отдельно. Установил фотографии, как вы посоветовали славу Христу. Иоанн. Муслим в прошлом. Не писать так. Мысли собирай вместе. Не можешь покаяться. Что это? Пьянство, блуд. Сами определите. Не можешь покаяться, значит, душа плененая. А как каяться? Мука вечная. Испугай ее. Игнатий Лапкин. Просьба ко всем, кто вышел ВКонтакте на нас. В этой системе я не бываю, а работают ВКонтакте только наши модераторы и администрация. Они заходят далеко не ежедневно сюда ВКонтакте. Потом пересылают на наш форум мне. Я показываю, какой форум к истине один. А они посылают мне. Затем Я отвечаю на форуме Ж. Вот, на форуме. Показай, где ответы. Я это все здесь показываю. Ссылку делаю. Модераторы этот ответ копируют, если не забудут и не затеряются среди других ответов и пересылают вам. А у меня таких ко мне посылают и надо десятки, даже сотни. Они из них выбирают сами. То есть, с контактом я не имею контакта. Мне очень не нравится эта система. Очень. Я уж не говорю про одноклассники. Это вообще пустая дыра. А вот даже шишевой журнал нам сделали. У меня в фейсбуке, твиттере, везде есть странички. Нет. Это лучше моего мира. Мой мир. Здесь все. Или наш форум. На этом наша переписка, как правило, заканчивается. А если бы вы выходили напрямую на меня в моем мире, то вы ответ получали бы, как правило, в тот же день. И можно было дать информацию точно по вашему вопросу о нашей православной деревне, о моих книгах, на иные вопросы. Итак, прошу, пожалуйста, пишите мне лично. Это для вашей же пользы. В моем мире или же в скайпе вставляйте Игнатий Латинской 10. Мне удобнее всего быть в моем мире. Ссылка. Я показываю, какой наш сайт. Мир. В фотографии у нас в моем мире 17971. И дальше. На форуме показывают, какие форумы есть. 1600. Две-то надо как контакты надо убрать просто, наверное, да? Чтобы раз... Ну, конечно. Я вот сам как по... Тут два в контактах, две страницы и убрать. Так. Форум. Новое сообщение. Наш видеоканал. А, это же неправильно. Тут 6954 наших видеороликов. Представьте сколько. О нашей деревне, о лагере Стане, история нашей общины в Барнауле, обо мне и путь благовестника нашей веры православия. И вот вчера мне пишет. Скинул мне ролик один человек и подписался. Давай. Так. Добро пожаловать в реальный мир. Это так назвал он ролик. Три восклицательных знака. Библия о плоской земле. Точка. Роман Малыш. Ну и дальше интернетный какой адрес я пишу. Пожаловать в реальный мир. Какой реальный мир? Выдуманный. В дымный мир. Выдумки. Невежество. Сергей Парал. Парализованный. Он отвечает на... И он ему скинул. Дух противления. Он на этом не остановится. Виктору надо освещать дом после каждой такой лекции. Я отвечаю. Игнатий Лапкин. Его привораживали подвесками с волхвованиями по женской линии. Это я говорю, а кто ролик составил. Из его рассказов. И это был подсажен ему дух лжи. Вот это страшно. Мне это сразу было понятно. С первой встречи. Дух лжи. Дело не в земле там или в чем-то. Какая бы ложь не появилась, он ее обязательно сглотнет. И дальше давится, и давится ей. Изблевать никак не может. И все самое лживое к нему стекается, легко им принимается. Я ему сказал, что на этом ты не остановишься. Ты должен будешь идти беспокаянно до преисподней, к отцу лжи, к дьяволу. Он тут же влюбился в Германа Стерлигова, славика Крашенинникова, в книгу Еноха. И с каждым разом все глубже и мрачнее. Он с легкостью, полагаю, может даже оставить православие и вообще христианство на этой ступени. Пока никому еще не удавалось закрепиться. Ложь появилась, но дальше уже все идет. И уже Библия переведена неправильно. На земном шаре, значит, третья книга Ездора, 11.32, он начинает, а как это по-украински? Да какое отношение украинский-то язык имеет? Да это не язык никакой, не самостоятельный язык-то. Далее. Далее огненная колесница подкатит, как Симеону Столпника, чтобы восхитить его за купол разума. Может просто свихнуться и сделаться пациентом, свихнувшимся на этой идее фикс морщиного лба без молекул здравосмысла под черепом. Да помилует его Господь и избавит от полного упоморщения и беснования буйного, если только он не перешел еще грань за чертой хулына Духа Святого. Сергей Парализованный. Я говорю, откуда ты-то узнал про это? Он говорит. Он сам скинул мне ссылку. Мерзкий дух. Мерзкий дух это. Он отвечает. Я отвечаю. Интересно, что слово шар он обыгрывает на украинский язык. Да и самостоятельный ли это язык? Это самостоятельный. Или коктейль из русских, польских языков и иных поработителей их за столетие рабства? Да это очень хорошо. Выступает в доме, об этом говорит Жириновский. Все слова откуда взят. Это не самостоятельный язык. Почему называется Великая Россия? Украина это на окраине России только живет. Сейчас перечисляют города и Одесса и все это образовано русскими были. Русскими царями. Мы на днях только считали об этом. Ладно, не будем сейчас это строить. Ну не надо говорить. Давай. А птицы там на северном полюсе или ледяном, где купол упирается во льды? Он показывает. Птицы летят, летают. Птицы летят по Тверде Небесной. Тверде никак не хочет признать, что по воздуху летят рядом-то. А он говорит, там полетят птицы. Какие птицы? Там мертвая зона на севере. Это где купол-то соприкасается. Нету там птиц. Ни одной птички там не бывало. И как там может жить птицы? Там нет ни червей, ни мошек, ничего нету. Ну тут-то доказывать еще не надо. А нет там птицы. Кто-то видел их там? Нет. Видел эту стену, которую океан удерживает. Да океан разве удержит, когда в нем температура положительная. Он не растает. Там свойства воды должны быть другие. И эта преграда не тает. То есть безумия нет конца. А я пишу дальше. Так, а куда и на чем и где лететь нашим воробьям и моим драгоценным голубкам? Да, ну где они полетят-то? Где? Летят только там, он показал. А здесь? А здесь это уже надо признать, что твердь это воздух. Читает распростер, а толкует на слово распластал. Это он говорит, распростер небеса. И говорит, до края земли, и он буквально поймает, край, значит, есть край. До края, это Господь говорит, наш видимый горизонт где? До края земли. И когда говорится до края, это то, что им было доступно, достигали. Никто про Америку не знал, про Австралию не знали. Так, смешно, что дерево до небес. Он так прямо и понимает? Ну, это говорится у Даниила, что на бухононосах дерево до небес. Каких небес? Ну, это выражение. И люди до небес, такие богатыри были. Это стены. И люди, как деревья. Тут одного дикого невежества никак не хватит. Тут нужен прямой текст змея. А подлинно ли так Бог сказал? Да. И край земли тоже понимает, что это рядом, где-то не за бугром, Ломоносов. Я пишу о Ломоносе. Взял из эпиграфа такой, как называется, ролик. Вот он, Ломоносов, Михаил Васильевич. Кавычки открыты. Сейчас очень активизировались всякие люди, которые хотят объединить науку с религией. Михаил Васильевич был искренний, верующий, православный человек, но все-таки считал, что религия и наука это совершенно разные области. Он придерживался теории двух книг. Одна книга это Библия, цель которой указать человеку путь ко спасению, а вторая это природа, цель которой показать величие создателя. Но вот две книги, две. И методы изучения того и иного предмета совершенно разные. А он пытается узнать, вот о каком говорим мы, что он просчитал края земли, значит, буквально, я говорю, ну написано про стру сапог мой наедом, объясни, он никак не хочет это. Ну что, наедома, какой размер сапог у Бога? Ну речь говорится о ничтожестве целой страны и дома. Он никак не может понять, ну это даже и дурью нельзя назвать. Ломоносов на этот счет очень острумно говорил, кавычки открытые. Что он говорил? Неверно рассуждают математик, который моральные вопросы разрешает циркулем и также неправбогослов, если он верует, что на псалтире можно научиться астрономии или химии. Понимаешь, нет, ну точнее это ничего не скажешь, я это выделю покрупнее, считай снова. Неверно рассуждают математик, который моральные вопросы разрешает циркулем. Морально, как жить правильно, любить друг друга, поститься, дальше. И также неправбогослов, если он верует, что на псалтире можно научиться астрономии или химии. Вот, а он никаких, вот что, все космонавты это обманщики, это масоны, он никак не может принять это. Я говорю, ну смотри, сейчас показывают как челленджер, как поднимается, семь человек сгорели, а они не сгорели. А это ничего только специально показывают, так никого. Да они прямо только что прощаются, все видят, вся Америка видит. Нет, здесь полное отсутствие мышления. Нет, этого не было. Ну как же, 250 человек в космосе побывало, а никто не был там, это масоны. На Луне, никто на Луне не был. Ну а спутники летят, никуда они не летят. На это что можно сказать? Ну а как они? Ну а вот как мы говорили, мобильная и прочая связь, какая космическая. Ну это где-то рядом тут крутится. Ну как крутится, если не земной шар? Написано до края земли, а у шара нету земли. И вот, когда показывают в развернанном виде землю, вон, а вот видите, как показывают, никакого шара нету, нету, нету. Ну то есть, это болезнь, болезнь одержимости. Я бы иначе не могу понимать. И что интересно, вот когда начинаешь человеку говорить, он начинает спорить, он сразу болеть начинает. Дьявол, когда веские доводы даешь, лично, он падает и лежит, день-два лежит. И у нас это было здесь. Тоже начал спорить, сразу слег, здоровый, крепкий мужик. Два дня лежит, ничего не надо, ни есть, ни пить. Болеешь еще? Нет, ничего-то не знаю. То есть, полностью обессиливается. Когда ты молишься об этом, говоришь по слову Божию, то дьявол лишается сил, он ничего не может сделать. Вот сейчас, вместо того, чтобы слушаться основателя русской науки, очень многие люди пытаются объединить науку и религию. А это рождает только новые ереси и новую лженауку. Ну, это, кавычки закрыты, это уже к этому добавляется. Игнатий Лапкин, и где дается сравнение, как, как бы, толкует без этого слова? Толкует без этого слова. Как бы, как бы, то есть, похоже, но это не то, что есть. Как бы, ну, что-то, не будьте, как дети. Ребенок вырастает из возраста, он не может в утробу матери войти из данного родителя. Как бы, я говорю, в Святой Библии встречается это слово, как, 3727 раз. Ему 3727 раз, надо вывернуть это слово. Сравнение, это даже это, то есть, грамоты никакой нету. Ни в познании, ни в науках, ничего нету. А совет Сергия прими и освяти комнату Святой Водой, где дух лжи изрыгал эту мешанину с тупостью. Это я пишу Виктору. Виктор Савченко пишет, Христос воскрес. Поистину воскрес. Спаси Христос за советы, братья. Комнату окропил Святой Водой. Эту блевотину не смотрел. Ранее все Роман уже сказал. Молюсь, чтобы Господь избавил его от лжи. С Богом. И вот впереди написано Христос воскрес. Запрещенная глава в Танахе. По-русски себе запишите, кто слушать будет. Запрещенная глава в Танахе. Зарядите в Ютубе. Но мы показываем какая в Ютубе ее ссылка какая. И впереди там Сергей говорит это именно про этот ролик. Про какой ролик. Что я у него увидел. Что он ее скрывает. У нас скрывает правила канона. Юрий Соболев. Миром Игнатий Тихонович. Просматривая сегодняшний выпуск событий дня, в котором был ролик о вас и секте Игла, вспомнилась реакция Анны Ахматовой на арест и суд над Бродским. Кто он там? Кавычки открыты. Такое ощущение, что он специально нанял кого-то, чтобы ему сделали классическую для русско-поэта биографию. Это так, то есть напали где-то. У меня тут есть ролик такой один. Я договорился с людьми. Я говорю, вы сейчас нападите на меня там, назовите еретиком и как. И это все прошло, никто даже ничего не заметил. Опыта нету. Ролик такой. Я специально созвонился с этими людьми и говорю, вы сейчас на меня выйдите и нападайте на меня по всем статьям как надо-то. Ну и враги как ухватили за этот ролик, или там один пьяный заходит, но я ему ничего не говорю просто где-то. а эти, которые нападают-то, ну они никакие. Вот он испугался, не отвечает. Ну вот по договоренности. И он говорит, я что попало, болтал там, стоял, я, говорит, полный стакан водки только хлобыснул, говорит. Ну я же вижу по глазам его. Я ему ничего не отвечаю. Другой на меня сидит, здесь говорит, вот здесь рядом-то. На каждое слово у него ответ. Я решил ничего не отвечать. Мы сидим рядом и неприятели, которые, у них ума ничего нет. Они не видят, что это вот это, специальный заказ нанял кого-то, чтобы ему сделали классическую для русского поэта биографию. Дальше. Так и про этот ролик. Он говорит, да благословит Бог автора сего видео. А Артур, там пишет, он Артур какой? Алёхин. Да. Алёхин. И он так назвал предводителя секты. Ну тут недавно было-то. И доказывает, никакой секты нету. Там всё обман. Дальше. Некий ворох мыслей в голове, который иногда вздымается от различных рассуждений ваших проповедей, чтения слова, а иногда от того же самого успокаивается. Вот сейчас первая фаза. Об этом в самых разных ракурсах Иван ставил вопросы и просто излагал свои рассуждения и себе и близким братьям. Всё это можно не пытаться выразить в одном предложении, но прямо привести в евангельских глаголах. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. 1 Коринфянам 12.1 Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. 1 Коринфянам 14.1 Но каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцеления, тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Всё же сей производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12.7-11 И будет последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями разумляемы будут, и на рабов моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать. Иоилия 2.28.32 Деяния 2.17-18 И иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. 1 Коринфянам 12.28 Дары различные, но и дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. 1 Коринфянам 12.4.7 И вот еще к тому же, возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 3.18 Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. 2 Псалоникийцам 1.3 К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Ефесянам 14.20 Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь. 1 Коринфянам 13.11 Твердая же пища свойственна совершенным. Евреям 5.14 Ведь главное, чем отличается церковь от всех прочих видов всякого рода духовного ересей, бесовщины, все ведь они подвластны духу, но иному, лукавому, благодатностью. В одной из своих лекций отец Геннадий Фас сказал, почему даже многие неевангельские мощи, духовные практики, стихазм, ее родство находят приют в церкви, а в иных церквях, собраниях, ежели с маленькой буквы дословно, с ума сходят от этого, потому что церкви все священо Богом, так сказал батюшка. Это если углубиться в нее, очень интересная мысль, чему благодаря апостолу обращали тысячи людей за день? Благодати, облеченные в силу Божию, держал Дух Святой, то где взять силу? Собственной надорвешься. Собственной надорвешься. Терра стоит. Освоить методу паразелитизма несложно. Ходи да говори, но это все симулякор. Это дом на песке в итоге. Вот, кстати, почему нет святых именно так с большой буквы у еретиков. Потому что просто нет. А у нас православных есть. В чем святость не по глаголу Евангелия, а тождествляющему с верными. Стяжание Духа в изменении себя, в явлении Бога миру, ведь именно это и изображает иконография через человека. Передать информацию, засвидетельствовать это обязанность. Это, так сказать, первый класс, само собой. А большинство и этого не могут, увы, Слово Божие не знают. А дальше возрастать возраст Христов, возрастать вере в духе. Вот это протестанты не знают. Они совершенствуют начальные азы свидетельства. А так, чтобы в космическое устроение себя в соответствии с замыслом Божьим, этого нет. Да, и у нас ныне. А хотя, реальность, а главное, методика этого пути лествится. Вот куда нужно настремляться. А потом хоть в деревню, хоть как мамона в народ концерт, хоть за стол лезть, запечатленность с духом будет сиять во все концы мира. Вот это сила духа и красота православия невыразимая. Вот взять вас, Игнатий Тихонович, ведь вот оно, наглядное возрастание возраст Христов, ревность о дарах. Каждый день что-то новое, интересное. На днях близкий брат сказал Игнатий Тихонович, Игнатий Тихоновичу 77, а мне 30, и я за ним никак не поспеваю. Вот почему у нас православных все это есть. В предании же все разжевано, объяснено, а кругом какой-то примитив, все одно и то же, никакой талантливости, оригинальности. Один пример, монах Фотий, талантливый, одаренный вокалист. Этому на самом деле нельзя научить, если не дано. Бог дал талант дивного голоса, чтобы засвидетельствовать о Христе. И опять русский романс, Чайковский, Рахманинов. О Христе ничего никто не услышал. Да. А как можно было бы, это не осуждая, я говорю, но если и осуждая, то самого себя, свидетельствовать даром Божиим, вот о чем ревность. Ну не нужно вам ходить, как лже-яговисты по подъездам, или отцу Геннадию, хотя и это не исключается по необходимости. Такие дарования, избить асфальтом каблуки лишь, оставив без книг, проповедей, бесед, видео, лекций, занятий. Нам бы православным поревновать о дарах духовных, предложить силы, и полсотни таких, как вы, но сияющих разными дарами, заставили бы умолкнуть все ереси в нашей стране, а если сотни, две, три, четыре. пойми, что ты вторая вселенная, малая вселенная, и что в тебе есть солнце, луна, звезды, если бы это было не так, Господь не сказал бы своим ученикам, вы свет мира, Матфея 5,14. Ты еще колеблешься верить, что в тебе есть солнце, луна, в то время, как тебе говорят, что ты свет мира, хочешь ли услышать и другое слово, чтобы не считать себя вещью ничтожной, недостойной. У этой вселенной есть Господин, который правит ею и пребывает в ней, и это Бог всемогущий, как сам Он заявляет о себе через пророков. Не наполни ли я небо и землю, говорит Господь. Не наполняю. Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь. Иеремия 23,24. Так услышь, что всемогущий Бог говорит о тебе, и я имею в виду о людях, вселюсь, вселюсь в них и буду ходить в них, второй к Арифинам 6,1. Ориген говорит. Это все с Оригена он взял. По скриптам. Простите, милостиво многослово. Давно не писал. Выбурлило. Если имеются неточности и нуждающиеся в поправке, заранее соглашаюсь с вашими. Обнимаю молитвенно крепко. Поклон братьям. Храни вас Господь. По скриптам второй у Оригена взял цитату. Не успел в копии поправить правильное оформление в библейских сносах. Сам так не люблю. Сейчас лишь заметил. Игнатий Лапкин. У нас идут трижды в неделю среда, пятница, воскресенье в 14.00 по Москве по полтора часа занятие по изучению Святой Библии по скайпу ведет Сергей Павлович Пупков и прочтет стих с толкованием по блаженному феофилакту и вопрос задает всем. Есть вопросы? Молчание на весь интернет. И постоянно ко мне. Игнатий Тихонович, есть что сказать? Я почти всегда отвечаю одно и то же на любой стих Святой Библии в начале. Если ты пережил этот глагол Божий, если бы тебе прошлись эти слова и строки, то ты можешь сказать, что пережитое лично тобой делает Слово Божие живым и действенным. Евреям 4.12 И какой бы стих ни разбирали, у меня ответ начинается именно так. И далее уже из опыта жизни. Буквально места не нахожу одного Святой Библии, в которой не проехалось бы по моим ребрам. Потому так легко и запоминается это место, ибо соединено в уме. Соединение? Соединение в уме. Именно воплощенное. По шкуре, по ногам и до макушке. Захария 13.6 Ему скажут, а чего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Юрий Соболев. Аминь. Спаси Христос. Владимир Х. Мир вам. Книги получил сегодня. Сфотографируюсь и отправлю вам с уважением. Владимир Х. Петрозаводск. Полный комплект из 37 книг. Калининградская область. Подожди-ка я сюда зайду. Вот вчера это было мы получили. И вот фотографии сразу чтобы прислали. Сейчас по порядку буду показывать фотографии. Потом в этом событии дня можно будет увидеть где. Вот он. Видишь как? Дом-то какой из бревен. Вообще удивительно. там печка такая не штукатуренная. Это по старинке все. Новый завет. Дальше. Вот туманная почему-то второй раз не получилось. Девочки держат симфонию на житие. Вторая платочки так как она одета-то там с поводником. Как будто у нас здесь. Ну может и мальчик один все-таки. А то может мальчик стоит. да мальчик. Вот. Ну и дальше. Вот девочка стоит одна. Прямо держит две книги то наши на столе лежат. И еще вот все книги. И там девочка стоит с книгами которые вошли вот на столе показывает получил полные книги. Петрозавод все которые полный комплект получают книги. А это не два рубля стоит. С пересылкой совсем это ну 28 примерно тысяч 24 с половиной книги. Ну и пересылка там тысячи четыре или больше если за границу там еще больше стоит. И однако люди выписывают. Но книг-то нету кончаются уже. Совсем мало осталось. Вот они как. Вот сейчас сказали об этом и дальше мы говорим. Получил. Калининградская область пишет свидетели Ягов имеют самое многочисленное представительство на территории региона. Четыре организации объединяет около двух тысяч человек. Всего по данным на октябрь 2014 года в Калининградской области действует 171 религиозные организации. Из них 74 относятся к РПЦ. 24 к Римско-католической церкви. 15 евангелической лютеранской. Есть две исламские организации. Три иудейские, старообрядческая, буддистская, армянская, апостольская. И вот теперь это данные, какие за один день. Видите, что сколько нового вы узнали. Это в одной Калининградской области. Фурсенко пишет. А кто такой? Наверное, министр по образованию пишет, что. Из-за демографических проблем в Российской Федерации скоро лишатся работы 100 тысяч преподавателей высшей школы. 100 тысяч? Не студентов меньше будет, а учителей из институтов и университетов уволят. 100 тысяч. И когда? Да может быть в этом году уже. И вот показывает. Сидят и по одному человеку, и даже не на каждом ряду. Видишь? Пожалуйста. В ближайшие годы около 100 тысяч преподавателей системы российского высшего образования окажутся без работы из-за надвигающегося демографического кризиса, заявляет министр образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко. По словам министра, проблема наступающего демографического спада серьезно скажется на всей системе высшего образования страны. Квышки открыты. В ближайшее время мы будем ежегодно терять до 1 миллиона студентов. Ежегодно. Что отразится и на преподавательском составе вузов. Предполагается, что у нас в высшей школе высвободится около 100 тысяч педагогов. Сказал Фурсенко в ходе 4-го Балтийского образовательного форума в пятницу. По его мнению, эта проблема должна уже сегодня беспокоить государство, так как большинство преподавателей ничего не хотят менять и считают, что именно государство должно оказать им помощь. Министр образования подчеркнул, рассуждение о том, что дефицит студентов в российских вузах можно будет закрыть при помощи выпускников из стран СНГ, не имеет под собой оснований. Поэтому при решении этой серьезной проблемы надо будет найти ту грань, которая позволит не только не уронить качество и уровень высшего образования, но и сохранить социальную стабильность. вот видите как, сколько мы узнали, это только известие новое. И сказать, что все это знали, конечно, нет. Но показали, кто получает книги, обязательно сделать три снимка, даже четыре сделал. Ну и сразу знакомим новых людей с нашими ресурсами. Вот первое, это мой мир, вот он как выглядит. Другая страница, где я с голубем, это не надо трогать, а именно вот это, где я в шапке стою. Второе, это вот наш форум, православный форум, открытым оком тоже форум. Это храм Христа Спасителя, тут вот новое сообщение, нажать на первую страницу и дальше ввести под этой бордовой лене общий поиск, общий, общий. И на него нажать, рамочкой в нее вставлю бойство, 1600 темп. И далее, это вот православный наш видеоканал, 6950 наших роликов здесь, наших, не чужих. То есть, это очень-очень богатый видеоканал. Вот, пока мы сейчас говорили, три ссылки сделаны. Сейчас нажму, и бывает, ну, сходу прочитаю, бывает ругань какая-то комментарий. На Библии не ссылается, только делает, что ссылается и делает богу на дело, пока некоторые свящаются, лобозаются, закрещают, уни. Ну, то есть, непонятно, что такое. Так, упырьки, мля, ну, это ругань одна идет. Вот я, говорят, вот, почему этих нет? Ну, что дальше? Ругань? Ругается, а то матерками просто кроет. Вот я открыл сейчас при всех и показываю, какие посетители. То есть, ему нужно, он оценил богатство. Нет, не по его. А что он, видимо, может сказать? Нет. У него ничего нет. Он просто человека-бесы. Человека-бесы. Ну, и последнее, это у нас самый большой ресурс во свете Библии сайт. И вот в этом сайте мы здесь берем на разные. Сейчас идет у нас тема взаимоотношений. 55 папок. Из них мы будем брать взаимоотношения и новые эти, последние вопросы, которые мне задавали. И мы сейчас будем озвучивать. Вопрос 3596. 24-й том открытым оком. Почему некоторые считают, что если скажешь нелицеприятную правду, то это означает, что ты проливаешь грязью? Не проливаешь, а поливаешь. Поливаешь. Одну букву добавляешь. Дальше. Ответ. Только потому, что не знают, что такое слово грязь и где это слово можно употребить. Для таких недотрог есть возможность избежать того, чтобы их не поливали грязью. Чтобы все о них хорошо говорили. Им нужно всем и во всем льстить. Всем угождать, как чищика в мертвых душах. Лукаши 26. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Сюсюкань, льстивость, осуждены уже и любящие такое обхождение вообще веры не имеют в будущий суд. Иоанна 5, 44. Как вы можете веровать друг друга? Когда друг от друга ты попускаешь. Когда друг от друга принимаете славу. А славу, которую от единого Бога не ищете. Имей благоговение к Слову Божию. Не выпускай. Это наказание от Бога. Риблина 16, 18. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Когда у нас было принято решение на заседании Церковно-Приходского Совета 21, 10, 17, 17 года не принимать члены общины еврейку, которая ходила к нам около трех лет. Она называвшая себя смертельно больной, вдруг развила такую активную деятельность, как то разузнала многие адреса наших прихожан и стала рассылать письма. Сначала листа по четыре, потом на 29 страницах и более, в больших конвертах. И уж тут евреи показали себя. Кому не дам почитать призлобную писанину, все знавшие ее в один голос говорят, что писала она отнюдь не одна, а видимо целым еврейским кагалом. Вот уж она меня тут просветила. Каждое слово, в каждую фразу въедались. То есть у меня что где-то в книгах, а мне еще же не брать-то. 38 книг меня легко брать, тысячи роликов. А видно, что тот, кто ей это составлял, вовсе не христианин и вообще не понимает даже, о чем сказано. Более всего нападок на вопросы и ответы об евреях в книгах и на стихи. А я отвечаю только в интернете 176 вопросов об евреях. И везде огромный ответ и беру материалы. За 3600 лет что об евреях было сказано, где, какие поэты, политические деятели. И столько смехачества, столько нерусской желчи. Смехачество это не смехотворство даже. Изяки 22, 28. А пророки ее все замазывают грязью. Видят пустое, предсказывают им ложное, говоря, так говорит Господь Бог. Тогда как не говорил Господь. Не говорил Господь. Вот заметьте, где бы Млечен там вот какие-то вопросы решают о войне, там разные в прямом эфире. Все везде евреи захватили. Все. Почему? Ну они работают. Как-то в виде анекдота рассказывают. Сидят за столом миллиардеры. Сидит японец, русский, немец, еврей. Сидят там каждый все, чай пьют. Один говорит я не сказано разбогател там американец. Сейчас деньги решил я вот то и то сделал. Там нефтяные промыслы где-то закупить. Следующий. А другой говорит а ты что хочешь? Я тоже разбогателся сейчас. Деньги-то есть. Ну не знаю куда деть. Ну думаю так. Покупай, наверное, Юкос. Там. Другой говорит а я мой мир там ну Ютуб кому принадлежит? А еврей молчит помешивает чайной ложечкой у себя в стакане. Ну а ты как? Он говорит а я никогда не говорил что я продаю то, что вы хотите покупать. то у них только мечта глупость а у него все это уже в руках. Надо плакать об ушедшей день и ночь а мне смешно но виду не показываю. Так где же ваша самохваленная мудрость? Самые простые слова которые понятны любому христианину они в кости в кривь тянут. Вот что значит мне быть просвещенным Духом Божьим и может быть в десятках поколений. это помрачение ума от злобы на Христа и Иисуса многократно повторяют на мои ответы поливают грязью и тут же столько претензий чтобы говорили с ними языком Игнатия Брянчанинова они еще не ведают что он говорил о них христианах об их вере Исайя 57 20 они честивые как море взволнованное которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь порог Иеремия испытал многое от своих единокровных евреев за свои обличения о как они его обвиняли в поливании грязью а потом Иеремия и бросили в ров с грязью Иеремия 38 6 тогда взяли Иеремия и бросили его в яму в яме то и не было воды а только грязь и погрузился Иеремия в грязь они врали что будет мир и стены выдержат любую осаду Иезекииль 13 10 за то что они вводят народ мы в заблуждение говоря мир тогда как нет мира и когда он строит стену они обмазывают ее грязью скажи обмазывающим стену грязью что она упадет Римлянам 16 18 ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца запроснодушных сегодня грязью называют слова поносные облыжные а по Библии грязью называли самых грешников и сладостей мира Псалом 17 43 я рассеваю их как прах над лицом ветра как уличную грязь попираю их Сирахова 23 1 грязному камню подобен ленивый всякий освищит бесславие его 2 Петра 2 22 но с ними случается поверная пословица пес возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи видя что этого каналия поношения не прекращается секретарь написала 6 12 2007 года кавычки открыто Фаина Соломоновна довожу до вашего сведения что письма разосланные вами членом крестовозвиженской общины города Варнаула получены обсуждены и приняты во внимание напоминаем вам что решение об отказе принять вас в члены крестовозвиженской общины принято церковно-приходским советом вышеуказанной общины чьи полномочия узаконены общим собранием и уставом предлагаю вам больше не тратить время и силы на рассылку подобных писем уведомляю вас что ваши письма подобного содержания членами нашей общины больше рассматриваться не будут с пожеланием духовного здравия от лица общего собрания секретарь крестовозвиженской общины города Барнаула Марина Геннадьевна Дубунова вот что интересно ну а потом она где-то упала да что интересно она мне написала не знаю здесь говорю нет это не сегодня видите какие цифры-то идут это несколько лет назад было и она мне потом написала да вы как одеваетесь какой прикид и прочее да вы любого жида за поезд заткнете любого жида она лихоим журнал приносила там жиды жиды везде жиды заголовок еврейский журнал и случилось она упала сломала шейку бедра и там лежала в больнице и мне это известие сделали ну мы пошли туда я там заснял у меня ролик даже есть так она до того удивилась что ее посетили я говорю неужели мы на вас будем что-то иметь ей нужны были книги какие-то она помогала после пожара у меня разборку делать я ей все это подарил отношения опять установились хорошие я каждый день за нее молюсь каждый день к евреям же Бог обращается с самыми грозными предупреждениями но они не внемлют и вот на последние времена Бог готовит им на заклание оси опять два глубоко погрязли они в распутстве но я накажу всех их иса 65 12 вас обрекаю я мечу и все вы преклонитесь на заклание потому что я звал и вы не отвечали говорил и вы не слушали но делали злой в очах моих и избирали то что было не угодно мне это они говорят пришел к погибшим в общем израиль так у кухни под окном на солнышке балкан с барбосом лежа грелись хоть у ворот перед двором пристойнее пстереть чем было дом но как они уж понаелись и вежливые шпсы при том ни на кого не лают днем так рассуждать они пустились вдвоем собаки между собой о всякой всячине о их собачьей службе о худе о добре и наконец о дружбе что может говорит полкан приятнее быть как с другом сердце к сердцу жить во всем оказывать взаимную услугу не спить без друга и не съесть не спить то есть не выпить ничего стоять горой за дружную за дружнюю шерсть и наконец в глаза глядить друг другу чтоб только улучшить счастливый час нельзя ли друга чем потешить позабавить и в дружней счастье все свое блаженство ставить вот если например с тобой у нас такая дружба завелась скажу я смело мы б и не видели как время бы летело а что же это дело барбус ответствует ему давно полканушка мне больно самому что бывшие одного двора с тобой собаки мы дня не проживем без драки и из чего спасибо господам ни голода ни тесно нам при том же право стыдно пёс дружество славит примером с древних дней с давних дней а дружбы между псов как будто межлюдей почти совсем не видно явим же в ней пример мы в наши времена скричал полкан дай лапу вот она и новые друзья ну обниматься ну целоваться не знают с радости кому и приравняться арест мой мой пилат прочь свары зависть злость тут повар на беду из кухни кинул кость вот новые друзья к ней в запуске несутся где делся и совет и лад с пилатом и арест грызутся лишь только клочья вверх летят на силу наконец их разлили водою ну вот теперь все хорошее нового президента избрали где-то что-то и уже все не так и уже все свет полон дружбой такой про нынешних друзей нельзя молвить не греша что в дружбе все они едва не одинаки послушать кажется одна у них душа а только кинем кость так что твои собаки то из-за Крыма то из-за чего и везде будут бороться биться и будут помирать через это ну я к примеру Крылов Андрей 1815 год вот видите как я считаю это самый умный был поэт не Пушкин не Лермонтов а Крылов Иван Андреевич дальше вопрос 4009 29 том открытым окон верующие уверенные что умершие все живы если бы не согласны с принятием декларации митрополита Сергия пришли в сенот московской патриархии то послушались бы нынешние епископы и патриарх этих авторитетов которые уже и канонизированы некоторые и раскаялись ли бы за предательство это Старогородский Сергей Сергей написал там в 29 году в 27 декларацию дальше ответ совсем даже не обязательно приходить достаточно ознакомиться с их мыслями если бы Дух Святой был в сеноте с этими бессовестными то они бы в пепле и прахе вопили на всех перекрестках чтобы люди молились за них а они продолжают ворганить свою тризну над Россией церковью и поныне ты загляни в их глаза в их присыщенность и таких вопросов больше не возникнет когда переходит некую грань то покаяние уже невозможно почти как и у демонов потому что кавычка декларация Старогородского есть плод лжи и отец ее дьявол из киевского звания составленного священномучеником епископа Дамаскиным Цедриком Черниговско-Глуховским кавычки открыты отдельными группами духовенства в отдельных епархиях делались попытки издания деклараций приближающихся по духу к тому что мы видим в обращении то есть декларации митрополита Сергия но эти попытки вызывали всегда дружное негодование и в среде епископата и в среде влиятельнейшего духовенства они считались равносильными переходом обновленчества и быстро ликвидировались позором для тех кто их предпринимал вступительная статья предваряющая в известиях декларацию говорит о вынужденном перекрещивании перекрашивании долго упорствовавших тихоновцев в советские цвета она противополагает им дальновидную часть духовенства еще в 1918 году вступившую на этот путь то есть обновленцев и живоцерковникам статья это таким образом определенно считает путь митрополита Сергия проторенный дорогой обновленчества и кажется нам что не мы а митрополит Сергий и же с ним пленены страшной мечтой что можно строить церковь на человекоугодничестве и неправде мы же утверждаем что ложь рождает только ложь и не может она быть фундаментом церкви у нас перед глазами позорный путь церкви лукавнующих обновленчество и этот же позор постепенного погружения в засасывающее болото все более страшных компромиссов и отступничества этот ужас полного нравственного расстреления неизбежно ждет церковное общество если оно пойдет по пути намеченному деяниями синода вычки открыты и не только в сердце интеллигенции вызовет декларацию мучительный соблазн тысячеустая молва пронесет страшное слово в самую толщу народа новая рана поразит многострадальную душу народную и во все концы земли пройдет слух о том что царство христа стало царством зверя но увы если ваше высокопреосвященство станете упорствовать в вашем ракурсе и открыто пренебрежете в вашем ракурсе каком ракурсе в вашем курсе и проснись и открыто пренебрежете голосом церкви то она продолжает свой крестный путь откажется откажется от вас как соучастника с ее распинателями катакобный епископ а кавычки открыты нужно знать что сергианство это второе издание обновленчества когда русский народ с возмущением и брезгливостью весь отошел от обновленцев то организаторам его необходимо было заменить их чем-нибудь более приличным поэтому появилось сергианство в той редакции в какой мы его наблюдаем человек с глубокой верой прекрасно понимает зачем нужна служителям московской патриархии пышная нарушенная декоративная православность он видит двойственность и лицемерие всех служителей он знает что это все тоже обновленчество только гораздо искуснее замаскированное чем это было в 1922 году есть искусные портные которые могут перелицевать хитроумно старое платье наподобие нового по отношению к обновленчеству теперь тоже нашелся такой портной обновленческий сенот и всю тошнотворную программу его он искусно перелицевал и тогда получилось то что сейчас называется московской патриархией мы должны твердо признать что то обновленчество от которого так все православные вплевывались не умирало и не думало умирать вот главное это что вот откуда она идет наоборот оно в настоящее время захватило его видимую так называемую легальную русскую церковь и все управление свое в свое архиереевские ризы атеистами теперь перед нами стоит глубокий мучительный вопрос распознает ли наш народ лицо обновленцев новый обновленческий раскол особенно претендующий на православие после лжесобора в 1945 году этот новый раскол очень умно задуман и организован многих не имущих духовного рассуждения он завлек завлек свои недра мы отказываемся от молитвенного церковно-канонического общения с московской патриархией по тем же самым причинам по каким отказались иметь такое общение с обновленцами в 1922 году вышки закрыты и заявление серпуховского духовенства кавычки открыты вы являетесь нищем иным как продолжателем так называемого обновленческого движения только в более утонченном и весьма опасном виде ибо заявляя о незыблемости православия и сохранении каноничности вы затуманиваете умы верующих и сознательно закрываете от их глаз ту пропасть которые неудержимо влекут церковь все ваши распоряжения кавычки закрыты протоиерей отец Валентин Свиницкий кавычки открыты свинцыцкий свинцыцкий кавычки открыты и живая церковь захватившая власть патриарха и григорианство захватившая власть местоблестителя и вы злоупотребившие его доверием вы все делаете одно большое антицерковое где большое слово где оно ты нашел его одно общее зачем дуришь все время простите антицерковное обновленческое дело причем вы являетесь создателем самой опасной его формы так как отказываясь от церковной свободы в то же время сохраняете фикцию каноничности православия это же сегодня чтобы все относится это в этом вся суть это более чем нарушение отдельных канонов святой новомученик епископ Алексий Буй Воронежский кавычки открыты мы к великому нашему прискорбию обнаружили в последних деяниях заместителя патриаршего местоблестителя Сергия митрополита Нижегородского стремительный уклон в сторону обновленчества обновленчества окончание высчитывай своими противными духу православия деяниями митрополит Сергий отторгнул себя от единства со святой соборной и апостольской церковью и утратил право предстоятельства русской церкви святой новомученик епископ старобельский Павел Кротира в кавычке открытый митрополит Сергий своей суемудренной и злочистивой декларацией и последующей антицерковной работой создал новый обновленческий раскол или сергиевское обновление которое сохраняя для малых сих фикцию православия каноничности гораздо преступнее первых двух обновлений 1922 и 1925 года а сегодня вообще люди про это еще не знают лишь бы пришел отстоял и ушел это же видят церкви пустые церковные деятели разделяющие заблуждение митрополита Сергий уже отчасти сознают что все они сидят в обновлеческом болоте кавычки закрыты при данной исторической обстановке всякая кавычках легальная церковь становится неизбежно блудницей вавилонского богатступления я не могу не возмущаться и не страдать при виде червлено заблудной церкви потому что я сам блудный и многогрешный имея великую нужду целомудрищей нас церкви деви носящей белую одежду целомудрой и совершенно чистой незапятнанной невесте христовой могущей спасти меня многогрешного так как сергиевская церковь надела на себя червленую ризу блудницы то через это стало повинной и преступной во всем кавычки закрыты кавычки открыты митрополит сергий не лично от себя и своего синода но от имени всей православной каполической церкви поклонился от человека богу говорящему гордо и богохульно я грешник думаю что таких церковных деятелей нужно называть не только еретиками и раскольниками но и богоотступниками ведь митрополит сергий вводит церковное богослужение неслыханной в истории церкви ересь модернизированного богоотступничества естественным последствием которой явилась церковная смута и раскол и так митрополит сергий попрал не внешнюю сторону а самое внутреннее существо церковного православия ведь асанна христу и антихристу исполняемой сейчас христианских храмах касается самой сущности христианской веры и представляет собой явную апостасию отпадение от веры богоотступление кавычки закрыты из московского документа уста священника кавычки открыты несправедливо обвиняет митрополит сергий православных епископов контрреволюции политиканстве становясь таким образом единомышленником обновленцев и других врагов церкви понятно когда это делает власть когда это же начинает делать церковный деятель когда напряженные отношения между церковью и властью он начинает объяснять только как следствие контрреволюционных политических настроений церковных кругов то такому поведению трудно найти имя до сих пор этими инсинуациями занимались обновленцы и прочие предатели и враги церкви христовой и мы и за себя лично и от лица всей церкви с негодованием отвергли все такие обвинения как ложь и клевету но теперь к этому хору уже свидетелей присоединяется и зампатриархом и стаблиститель со своим временным патриаршим священным синодом кавычки закрыты священномученик архиепископ Яранский Нектарий Трезвинский кавычки открылись надеюсь и верю что эта церковная нижегородская ярмарка под необновленческим флагом потерпит полное посрамление и православно верующие все уйдут от этой печальной церковной авантюры затейны для уничтожения поругания церкви Христовой и же есть толп и утверждение истины кавычки закрыты московская патриархия отпала в раскол святой новомученик митрополит Петроградский Иосиф фамилия Петровых вот у нас икона его большая висит справа кавычки открыты теперь уже приходится удивляться и равнодушию и слепоте тех других которые еще полагают что попустители и творцы этого безобразия творят дело Божие кавычках спасают церковь управляют ею они грубо оскорбляют ее издеваются над нею вписывают себя в число ее врагов себя откладывают от нее они они откладывают тех которые не могут терпеть далее этой вакханалии грубого насилия безобразно кощувственной политики мы не даем церкви в жертву и расправу предателям и гнусным политиканам и агентам безбожия и разрушения и этим протестам не сами откалываемся от нее а их откалываем от себя и дерзновенно говорим не только не выходили не выходим и никогда не выйдем из недр истинной православной церкви а врагами ее предателями и убийцами считаем тех кто не с нами и не за нас а против нас не мы уходим в раскол а подчиняясь не подчиняясь а не подчиняясь я уже отбросил как у тебя интересно не подчиняясь митрополиту сергию а вы ему послушно идете за ним в пропасть церковного осуждения я отнюдь не раскольник и заводник расколу а к очищению церкви отсеющих истинный раскол и вызывающих его строение жизни церковной участники не одни только верхушки а все тело церковное и раскольник тот кто присваивает себе права превышающие его полномочия и от имени церкви дерзает говорить то чего не разделяет остальные его образовратия защитники сергии говорят что каноны позволяют отлагаться от епископа только за ересь осужденную собором против этого возражают что деяние митрополита сергия достаточно подводится и под это условие если иметь ввиду столь явное нарушение свободы и достоинства церкви единой святой соборной и апостольской а сверх того каноны ведь много не могли предусматривать и можно ли спорить о том что хуже и вреднее всякой ереси когда вонзают нож в самое сердце церкви ее свободу и достоинство достоинство что вреднее еретик или убийца священномучени новомученики архиепископ Аверки Кедров и архиепископ Пахомий кавычки открыты говорят если же временный заместитель патриарш вместо блестителя будет упорствовать в своей затее и не освободить своего поста то мы уйдем от него всей церковью если же мистер полицерги прислушает голос церкви будет упорствовать в своей политике и претендовать на власть первого иерарха тогда он конечно окажется церковным бесчинником и отщепенцем кавычки закрыты а патриархия готова его канонизировать сейчас предателя церкви святунного мученика архиепископ угличский Серафим Самойлович кавычки открыты митрополит митрополит Сергий отпал от церкви то есть своими действиями нарушил церковные каноны митрополит Сергий не состоит более в лоне православной церкви церковь признавшая правду за коммунизмом не есть церковь организация купленная ценой поклонения антихристу недостойная церкви обвинял митрополита Сергия в тяжком грехе увлечения малодушных и немощных братьев наших новообновленчества кавычки закрыты я дальше скажу можете прочитать дальше сколько епископов мучеников за Христа и что интересно Иосифа вот этого петроградского митрополита его канонизировала зарубежная церковь а патриархия отказалась потому что он обличает их ну разве это канонизация он мученик он расстрелян дальше Сатонов мученик епископ Виктор Астровидов Глазовский и Ваткинский кавычки открыты какое теперь начинается осквернение душ нечестивыми священнослужителями которых епископы будут рассовывать везде и другие непризнанные верующие народом произведут ужасное разложение веры и упадок религиозной жизни поистине эти злоумышленники против церкви не от человеков а от того кто искренне был человекоубийцем и кто жаждет вечной гибели нашей слугами коего и сделались новые предатели подменив саму сущность православной христовой церкви они сделали ее не небесной а земной и превратили из благодатного союза политическую организацию церковь григорию из союза благодатного спасения человека от греха и вечной погибели политическую организацию которую соединили с организацией гражданской власти на служении миру сему возле лежащему 1 иоанна 5.19 и это лесть сергианства увы нам грешным много горше первых трех живоцерковников обновленцев и григориан безумие которых без труда всем было явно а погибельность последней лести не всяким может постигнуть и особенно это трудно тем у кого ум и сердце обращены к земным вещам ради которых люди навыкли отвлекаться от господа дальше прочитайте здесь я просто так проведу и очень важное сообщение от начала до конца декларация исполнена тяжелой неправды и есть возмущающая душу верующая глумление над святой православной церковью и над нашим исповедничеством за истину божию вот так ну просто прочитайте дальше черное прочитаю здесь мы с детской простотой веруем что сила церкви не в организации а благодати божией которая не может быть там где нечестие где предательство где отречение от православной церкви хотя бы под видом достижения внешнего благо церкви ну и дальше все это прочитаю я просто буду продергивать вперед очень важно но из-за недостатка времени я не могу подряд все зачитывать уже а также из разных источников священномученики и епископы которые не приняли эту декларацию но Гдовский Дмитрий Любимов говорит что спросить священников знаешь да нет конечно этот огромный материал собранный Михаил польский пресвитер профессор Андреев вот видимо сколько внесено было чуждого в церковь я вот останавливаю и в это время каждый может тормознуть и просчитать дальше Петроградский документ вот новомученик Яранский Нектарий Трезвинский обращение епископов старец Нектарий что об этом говорит Лаврентий ну и дальше местописание которое я беру за эпиграфа эпиграфа это Еремея 7 13 16 Исаия 65 12 давай посчитаем платить ли подать кесарю и в чем и бьется кесарь за свои объедки налоги разорительны с мечом жизнь отнимал у подданных нередко съедает армия с полицией свой куш и без налогов сдохнут причиндалы а мытр тралит сожаление чужд заветное чтоб все ему отдали вопрос неправный задают Христу платили не своей а римской власти налоги как грибы чудовищно растут хватает большевистской пастью чиновники жиреют паразиты не надрываются в уюте в кабинетах Бог терпит извергов и гневом не сразить же а чем платить и разве двор монетный рави скажи и высвяти ответ от ситуации похожей мысок бенны динарий чей отобразил портрет им пользуются богачи и бедный но вместе с тем Бог Божий не забыл напомянул вернуть свое с прибытком закон этот его выпущен нарасплыл и от него нет подлинной подпитки растроган не знавший воли Божией навеки плох 16.09.08 Видите какой большой материал в одном событии дня ну и добавка тут еще большой кто у нас тут есть с нами спасибо